Приветствую, уважаемые подписчики, любители высокоточной стрельбы, любители пневматики. Сегодняшнее видео будет состоять из двух частей. В первой части я вам расскажу про опыт эксплуатации компрессора. Опять у меня случилась поломка и опять я его починил и он у меня сейчас в строю. Давайте теперь посмотрим, что у нас было с компрессором и потом про полезные вещички. Поломка у меня компрессора случилась. Но исключительно по моей вине. Смотрите, уровень масла для ослов показан, какой должен быть. После переезда я не проверил уровень масла, пустил компрессор, он у меня работал. Здесь надо было несколько винтовок за короткое время настроить очень быстро. В баллоне сейчас 160, прямоточную винтовку надо качать до 300. Ну и начал так частями делать. Я уже так делал и вам показывал, что нельзя так делать. Без охлаждения запускал на какой-то период. Ну и что, заклинил шатун у меня. Думал поршень, как в прошлый раз. Но поршень оказался целый. Вот видим на валу есть следы. Но вал чугунный. Как бы его шлифануть и хрен бы с ним. А шатун, он, видимо, из дюраля какого-то. Ну и естественно, внутри там вон, всё. То есть вот этот деталь на выброс. Если его шлифануть, прослабим посадку. Здесь никаких вкладышей нет. Короче, заклинил он наглухо. А кольцо целое. Высокого давления. Но всё под замену как бы. Поэтому... Благо, сервис на высоте. Сейчас заказываю эту деталь. Завтра, я думаю, они отправят. И в ближайшее время компрессор мы подремонтируем. Здесь, кстати, следы есть. Подклинивание. Но в целом работает компрессор. В таком режиме, как у меня. Уже который год. И это вторая поломка. И все они из-за перегрева. То есть не надо вот этой штукой пренебрегать. Конечно, я принёс. Потом купил ведро, помпу, все дела. Всё как положено. Но уже было поздно. Это пришла посылочка от Охотника.нет. За частями. Смотрим, что у нас тут. Шатун. С поршнем даже в сборе прислали. Ну, респект. Ну и вот эти все штуки. Ну что ж, меняем. Здесь всё блястит. Как положено. Ну и здесь. С нашим сравним. Смотрите, высота кольца меньше. То есть вот поработал который. Но он у меня больше 260 сейчас не качает. Ну, потому что нужно было менять вот это кольцо. А так, в принципе, нижняя часть исправна. Ну вот. Смотрим. Задранный шатун. И новый шатун. Респект Охотника.нет. Вот вам и поддержка. Пришло буквально всё за 4 дня с момента обращения. То есть в течение недели компрессор будет пущен в строй. Не могу найти масло компрессорное в этом городе. Наверное, не в тех магазинах смотрю. У нас потому что в автомагазинах они продаются. Без проблем. В любом. Обошёл сейчас 3. Посоветовали там вязкость пожиже поставить. Ну, так как компрессор будет в тепле сейчас работать. Возьму пожиже масла. Но пока не нашёл. То есть так бы сегодня уже пустил компрессор. Так. При помощи резинового диска шлифанул коленвал. Так как он чугунный. Там был затык. Следы вот эти на волоке. Ну вот их убрал. И всё. На шатунчик спокойно садится. Сейчас всё это дело промажем. Зальём свежее масло. И будем пробовать собирать и пускать его. Масло купил вот такое. Ну что было? Что нашёл? Очень большая проблема оказалась. Найти компрессорное масло. Ну двигатели используются в таких компрессорах. Такие же как в обычных. Воздушных. Которые наши на монтаже. Поэтому заливаем такое масло. Я буду масло заливать прямо сейчас. На открытом цилиндре. Но чтобы не было проблем. Вот не закрутил кстати винт. Собрался заливать. Молодец какой. Винт здесь на герметике. Никакой прокладки. Ничего нет. Всё. Заливаем масло. И будем собирать. Ну что. Я его собрал. Масло под самый верх налил. Будем пробовать пускать. Так как поршень новый чуть-чуть погоняем на холостых. Потом посмотрим насколько он закачивает винтовку. У меня есть полнотелый Егорчик. Надо его будет до 250 сейчас накачать. Ну что. Подключил помпу. Наученный горьким опытом. Пробуем. Пусть поработает чутка. Ну сейчас остынет до 18 градусов. И попробуем накачать. Так. Ну что. 240 мы закачали. 230. Было 240. Где-то фитинг какой-то свистит. Высокого давления. Надо подтянуть будет. 200 легко качает. А потом начинает подсвистывать здесь. Ну это всё ерунда. Я вообще не качаю больше 200. Это вот сейчас экстремальная закачка для колбового егеря. Ну то есть по-хорошему бы ещё эти фитинги поменять и обновить. Потому что их уже сколько раз откручивал-закручивал. Прокладочки там вот эти вот обновить. Здесь тоже вот эти. То есть вот высокое давление. Здесь подсвистывает. Откуда-то вот отсюда воздух. Или из-под головки. Пока не могу понять. Я поставил ещё старое кольцо. Резиновое наверное. Надо было новое поставить. Клапан может поменять надо было. Но не стал пока этого ничего делать. Просто собрал, чтобы проверить. Ну вот отсюда вот подсвистывает. Вон грязь летит. Да. То есть вот эту прокладку надо менять. До неё добраться достаточно проблематично. Ладно. Доберёмся. Но это будет уже не в этом видео. В принципе для работы он уже работает. Правда я за два раза закачал. Ну из-за того, что подсвистывает. То есть 200 он додувает. И потом начинает уже с натугой качать. То есть для редукторных винтовок. За глаза. Ну что ж. Спасибо ребятам из Охотника. Это вообще сейчас нифига не реклама. Очень быстро подкинули запчасти. И мы снова в строю. Так как баллонов у меня нет. То без компрессора у меня просто встала работа. Всё-таки включилось. Подтянул фитинг. И всё. Закачал до 250. В принципе всё работает. И он не дует теперь. Что-то там притёрло. Приработалось видимо. Приработалось. Всё. Не включайте компрессор без вот этой помпы. Она правда здесь мало. Производительная. По-хорошему эти комплектные помпы конечно надо менять. Ставить такую которая идёт на 2,2 кВт компрессор. Вот смотрите. Вот сейчас 42 батарейки надо поменять в релюхе. И выше 55 градусов. Лучше их не греть. Ну за 7 всё. Больше здесь говорить нечего. Всё работает.